куда именно в украину у меня друзья живут в харькове я была в харькове ну я рассказывал что я встречалась с мужчиной из харькова с их харькова из харькова как правильно так лиза мама фефела она вас кто по национальности русская вы планируете постоянно жить в сочи я пока не планирую вообще постоянно где-то жить и с одной стороны это меня конечно как-то вот тревожит потому что я сейчас должна уезжать я думаю уезжать или нет сегодня уже смотрела квартиры здесь себе вот потому что я не могу определиться где я хочу жить я в москву не хочу москву считать делать свои дела конечно да в москве для меня лично больше возможностей но мне в москве не нравится погода природа и я не могу заниматься тем что мне нравится я не хочу сидеть в квартире и заниматься практиками хочется конечно сделать на свежем воздухе здесь погода позволяет здесь часто тепло здесь даже зимой 15 градусов понимаете здесь нужно таскать шубу я когда жила в этом крае я шубу одевала раз два раза вот на принципе в красоте например похолоднее сколько красиво города харьков красивый город мне понравился небольшой красивый город мне очень нравится украинцы они не такие теплые обожаю украину украинские мужчины самый лучший однозначно где сказал москва вообще не вернется слушайте но москве есть свои плюсы и москве есть свои минусы для мужчины москва это вообще топ по мне женщина не должна пахать работать вот и как-то я более такой спокойной жизни видите у меня все сейчас я проведу эфир и пойду опять гулять перед сном я погуляю помедитирую и отдыхать харьков деревня ну кому-то нравится же деревне видимо я родилась деревне не нравится деревне когда люди пишут нам что мы не работаем это очень странно скучно так жить до москва ну да я говорила москва город с мужской энергией спасибо баку привет кстати баку я не была где деньги брать если не работать не знаю если не работать и брать деньги нужно работать чем-то заниматься но если у вас есть мужчины то можно не работать но заниматься любимым делом развиваться нужно всегда чтобы вашего мужчины и вообще принципе вам было интересно жить просто же нельзя быть ходить по дому и смотреть сериалы неинтересно смысле с мужской энергией москва но я сегодня написала почитайте последний пост москве нужно всегда бежать вперед всегда бежать 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 и не останавливаться вот чтобы хорошо зарабатывать и хорошо там жить по-другому там никак там же ценник выше намного запросы выше не ты закрою дырну пока магазин одежда я сейчас творческом поиске творческие люди такие они уходят в поиск чтобы понять что не хочется делать то как все этой серии вот домой подруга так лучевают костюмы но и хочу отшивать сейчас все просто каждый второй каждый бренд и еще два года назад я хотела тоже отшивать под найки под свой серый костюм сейчас думаю на благо не стала не люблю не ближе 20 как все вот поэтому думаешь что ты хочешь надо делать то что ты будешь любить чтобы нравиться тебе я не думаю о больших там продажах чтобы нравилось народу я думаю что будет нравиться мне первую очередь и понравится вам людям которые которые ну похожий вкус например да но это должно нравиться первую очередь мне это должна любить я это будет мое дитё вот обязательно этот цвет волос тебя старит у вас и блондин меня старит и этот цвет волос тебя страшного могу иногда выглядит не очень в какой ты планируешь дальше красиво ну вроде бы блондинка салон красоты не хочешь открыть самом деле сама красоты это крутая тема так как я на москве вообще не пошли сама тому на голову так далее все время укладывается хожу и люблю всякие процедуры это крутая тема да но очень большая конкуренция смотря где его открывать но в каком городе москве огромная конкуренция гигантская что за пост про мужчин тебе кто-то понравился почему тут понравился там какой-то пост нет меня окружает слава богу есть люди в моей жизни благо я встретила настоящих мужчин и град встречаешь настоящих мужчин ну ты потом не можешь общаться с другими который строит себя что-то там ну строит говорят вообще не люблю когда мужик говорит просто говорить смешно в каком районе жили в москве последний раз я жила новаяковской я против волос слушайте многим не нравится мой цвет волос а об этом пишут мне постоянно ну какая разница что нравится им если это нравится мне и я в принципе живу для себя и по другому жить не собираюсь все одно и то же волосы и ресницы из ресторана и все вы видите мы не сможете снимать инстаграм и даже не знаете чем я занимаюсь как раз таки раньше инстаграм был только об этом и реклама была только этого а сейчас я занимаюсь совсем другим и мой инстаграм стал наверное скучно потому что здесь нету сисек и вы не будете обсуждать хайд меня так как я далеко от этого уже ушла и он не должен быть веселым он такой какой сейчас какая я сейчас в принципе спокойно не успела прочитать так какой у вас рост и вес 370 рост и вес мне 56 килограмм сейчас почему не хочешь поставить брекеты наверное если я их не ставлю значит почему-то не хочу и пока не время я не знаю но это странные вопросы почему не должен писать мой бывший муж это тоже странно для меня но сейчас может там 20 лет это было бы нормально сейчас где-то странно когда больше общаются но больше общается это нормально ну когда-то с парнями бывшими а мужья мои мои ваши мужья со мной не хотят общаться так 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 на айваске нет я никогда не пробовала айваску я хотел попробовать но потом услышала что не очень себя люди чувствовали после хотя другие мои знакомы говорят что это обычная наркота все по-разному кто-то говорит что он родился ради того чтобы прийти попробовать этот божественный напиток вот не скучаешь больше за ним я не думаю о бывших мужьях я не скучаю по бывшему это если я ухожу ну то я ухожу красиво и мне человека больше не люблю и в принципе так и было я полюбить могу вот так так и разлюбить ну как-то странно скучать по человеку с которым ты не живешь странно думать о прошлом такое чувство что люди думают о прошлом у которых нету сейчас настоящего и они ковыряются в прошлом да я не помню что 10 дней назад было а я должна вспоминать о мой бывший может не еще первым уже вспомнить в 20 лет и подумать о том как же нам было хорошо или плохо почему тарируешь вопросы своей работе моя работа это мой инстаграм в первую очередь это мой заработок второе конечно же живу понятное дело я немного на больше чем мой инстаграм конечно же у меня есть прекрасные друзья мужчины которые меня могут поддержать вот и это прекрасно потому что есть настоящий мужчина а какие бады пьешь я купила витамины но я их не пью у меня тихо тошнивает мирно изнанку был про этот напиток отравление более почему пристала общаться слушать у каждого свой путь у каждого своя дорога и все если я вижу машу конечно если поговорю там пообщалась привет как дела у не более того у нас разные интересы и у меня со многими знакомыми наши пути уже ведут в разные стороны это абсолютно нормально о чем жалеешь ни о чем не жалею глупо о чем-то жалеть девочки не ставьте себе рамки пожалуйста я за последнее время делаю много анализов анализирую людей общение мышление вот нам все навязывает социум и вы даже не поверите что даже идеалы вам навязывают с детства телевизор например ваши родители наш мозг все впитывает как губку вот как я выложил вам про русалочку ареи ведь не включали мультиками русалочка ареи правильно я его смотрела это был для него русалочка ели мой мозг это впитала и запомнил даже не я сама выбрала понимаете о чем я говорю сейчас и многие люди я поэтому что говорю зачем нужна хейтеров там где они выросли именно то и говорят втирают они вырастают в такой среде они по-другому не умеют жить они не знают по-другому поэтому нужно со всем справляться как обучение татахиньки я прошла и сейчас учусь на целительство это намного круче выше и еще очень очень много всего интересного что про порно господи да это был развод чистой воды ли вы думаете не знаю про кто-то поверил что я поверила брать порно не такого что я стала проще такая же как было говорить какие-то вещи это может быть вы сейчас на меня посмотрели вас сегодня хорошее настроение вам кажется что я стала проще я такая же как была поверьте мне все равно у меня есть эмоции я живой человек как ни крути бывает у меня супер-пупер прекрасное настроение неделю-две вообще я не плачу я заметила я не расстраиваюсь но это большая работа над собой не расстраиваться не думать не думать заранее о том что будет не придумывать но этого нет негатива ни в коем случае так как мы люди у нас есть руки-ноги мы в состоянии все исправить в этой жизни да я часто смотрю порнофильмы сейчас да то есть исцеление называют даже психологов поэтому это в общем в общем говоря целитель такое я блокирую кстати много людей отсеивается и это моего сыграть много людей отсеивается и это неплохо вот видите они говорят стал твой инстаграм скучный здесь не за что зацепиться и тебя по хейтить как у меня нет ни одного комментария мать-ка-кушка за две-три недели вы представляете а так это было постоянно и здесь сейчас было такое нет даже не верится вы представляете потому что я меня если вокруг меняется это круто ситуация . привела тебя к духовному развитию нет духовному развитию меня привела не ситуации с дочкой с детства с детства и мои виденье я выбирала как нормальный человек как мужчина выбирала как и здесь выбирала конечно же вера это дело каждого я верю во вселенную мне своя вера вот нет наверно больше все вместе наложилось все вместе сейчас гладите по и начну про дочь писать но они заблокированы все мой золотая большой плюс в том что я попробовала вести инстаграм после проекта реалити быть популярны потом вы помните все что мой страницу не просто так блокировали меня сам всевышний сама вселенная нам не говорила золотая золотая тебе это не надо моя золотая посмотри другой путь это не твое и все надо принимать принимать все научиться принимать это очень тяжело вы знаете принимать своих близких у которых вообще другое видение это все конечно реально тяжко а ну если кого-то интересует мои лайки вы следите за этим это круто мне кстати не работают вот стал интересно для хайта мне нету хайта у меня прекрасная жизнь что мне хейтить о чем даже сломали мой телефон вы не представляете там вы ничего не увидели даже переписках ничего вы не увидели кроме того что я не хочу ни с кем общаться что я сейчас занимаюсь полностью собой поэтому у меня сейчас такой период жизни я не знаю конечно что будет дальше я не говорю что я святая боже мой я вот так напиталась энергией это просто блажена конечно нет я обычный человек но сейчас у меня такой путь и я не собираюсь сворачивать москву не хочу психологу ходить зачем психологу ходят люди по 5 по 10 лет это лишняя трата денег и ну кого я знаю они ходят до сих пор психолог психологом либо поэтому учатся на психологов я пошла не по этой теме так как я сама себя лечила в плане когда у меня была булимия анорексия я вылечила себя сама с моим ребенком была ситуация вот мой муж прекраснейший последний вообще такая адовая ситуация и я сама себя поставила на ноги я сильная женщина и я пришла не поэтому я понимаешь что у моего ребенка будут проблемы серьезные проблемы и еще у меня болеют родственники я еще читаю книгу вот сразу начали писать про дочку можете писать сколько угодно кем я занимаюсь чем я занимаюсь это мое дело как-то дошла на лексию или просто перестала кушать ну просто есть я не ела вообще я начала курить на нет на почве две-три пачки в день сигарет и вообще не есть просто не есть ну просто совсем не есть давайте всем он таких владежных мужиков самое интересное что нас еще учат водных сайт валют есть я собачивание что на детстве учат я последняя буква в алфавите или что боятся говорить при себя типа я я не скажу я выскочка не только не надо бояться зачем мне возвращаться как похудеть без вреда правильное питание маленьких порций маленький color colorage и тогда похудеете болела булимией до болела булимия это самое страшное мне кажется даже на россии было не так страшно когда ты рвешь кровью обедаешься и у тебя туда черная дыра открывается и ты невозможно остановить этот приступ голода это ужасно вот это действительно страшно о боже я не хочу даже вспоминать что у меня может такой когда-то быть ими такого не будет у меня даже в голове и мысли не может быть что мне может такое повторится я настолько всеми этими ситуациями закалена что мне не может повториться да и вообще мне ничего в жизни это жизнь невротика ты притягиваешь к себе какие-то такие грустные ситуации события вот знаете как вот в голове у меня была грустная песня или грустный фильм это все идет с детства когда тебя кушать и пожалели тут эти грустники маленькие ходишь и вот ты ходишь и притягиваешь потому что твои башки вот эти слайды пластинка которая притягивает отзывный тот же сюжет и люди которые валют некротизмом они обычно притягивают одни и те же ситуации истории думаю многим сейчас это будет знакома девушка вот могут быть разные мужчины но все равно исход будет один поэтому ой девчонки все это из нашей головы нужно работать над собой как тебе надо она по прекрасно что-то сегодня я заякаюсь кроме клёш плохо после своей никак не отношусь к людям для меня это чужие люди или не все никак не отношусь мне не может быть никакого отношения это обычные люди неплохое нехорошее никакое это я люди которые для меня никто я даже не могу сказать что это вы мне какие-то близкие родные люди нет 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 когда вы разводитесь мужчины и женщины он становится никем это правда не стройте иллюзии себе что вы но всю жизнь можете быть друг другу родными людьми очень тяжело сохранить хорошие отношения после развода да есть люди которые молодцы или действительно потом общаются как брат сестрой они находят новые пары они дружат этими парами да вот эта дружба это про дружбу эту про дружбу но чаще люди не общаются они другу чужие и ты потом смотришь понимаешь то что как так нашла любовь мы думали что это будет навсегда на ребят почему зрачки такие белые не знаю почему эти белые у тебя завышенные требовали потенциальному мужчине у меня на уровне меня требования к моему потенциальному мужчине вот так бы я сказала что значит завышенным не интересно что значит завышены вот что значит о bush вот напишите мне что значит очень интересно как бы быть выше перетерпеть конечно так легко сидеть говорить мне сейчас вам это все а когда-то я страдала плакала и умирала вот приходит какой-то момент осознание что для чего это делать для чего думать я не знаю сколько вам лет молодым потяжелее забывать парней своих потому что принципе ли она смысл для женщин 30 лет любовь да и мужчин тоже вас 30 к нам приходит осознание вот отвлекитесь займитесь чем-то другим и познакомиться другим парнем мне всегда помогала познакомиться другим мужчиной начали отношения с ним переключиться и все 32 года 32 года ну сколько вам нужно времени мне неделях хватает чтобы забыть человека неделя сейчас за это три качества которым должен обладать мужчина слушайте мужчина должен делать а не говорить и он должен заботиться с мужчиной ты должна чувствовать себя девушкой девочкой ну как по-другому в другом быть не может тебе должно быть спокойно ты должна успокоиться спокойствие а когда появляется мужчина и вы с ним себя чувствуете наоборот тревожно это не ваш мужчина вы поймите это не мы это не те отношения я думаю что у женщин которые были и такие такие отношения они со мной согласятся что тревожные отношения они вам не нужны это значит у вас проблемы значит вы невротик у вас психологические проблемы вы больны вам нужно лечиться вам нужно убирать это из головы и потом когда вы будете общаться с такими людьми вам с ними будет не то что не интересно вы будете понимать что они больные и вокруг очень много больных людей сегодня разговаривал своей строй и говорю слава ты просто она говорит есть да и вокруг таких много раньше я их не видела я сейчас расскажу вам подождите что заблокирует кто-то очень-очень хочет пообщаться ну как всегда это дом 2 будет преследовать нас вечно вот я когда была невротичка за даже мне писал сообщение парень чтобы понимали вот признаки того невротика или нет пишет вам человек вы реагируете на эти сообщения не нормально вы докапываетесь до всего ли вы видите под своим углом но вы видите неправильно ненормально нездорово и вы прочитаете например подруги расскажите нормально написал да нету не нормально мне написал и сами вступаете в этот конфликт ссору страдания и понеслась диджей дай звук почему мужики сейчас не ухаживают ну потому что наверное женщины стали очень легки доступны поэтому мужчины не ухаживают мужчины который мне название сейчас вам стою вот мы познакомились с этой серии ой я там тебя увезу я тебе то куплю ну будто мне 20 лет такой хер слушать но я и 20 лет не слушала для меня всегда мужчина это поступки а не разговоры все это все рассказывает мне потом на следующий день звонит типа а ты сегодня типа давай останемся с с тобой до отъезда не грустнице чем сейчас вопросы и вообще к чему я не поняла ну типа ты что замужем или что я сделаю что я вообще ничего не понимаю говорю не понимаю все в чем как и человек такой видимо понял что ему ничего не светит слился сегодня просто позвонил раз 50 написал столько смс и я не отвечаю я не хочу с ним общаться чувак именно со мной не по пути просто не по пути я с виду нормальный мужчина но все хотят быстрого секса все хотят сразу познакомиться и переспать но мы женщины не так даже симпатию проявляем не так мы не можем увидеть парня можно сказать красиво молодой человек нам нужно пообщаться чтобы нам понравился вызвать интерес что значит сразу увиделись ну это не знаю аромат духов который напоминает вам самое счастливое время я всегда меняю аромат поэтому я постоянно меняю как у меня меняется жизнь как меняется мой аромат нет я не знаю кто это классно мне еда уже вся остыла и мой уголь на рисе тоже сейчас мне нравится один аромат когда читаю афирмацию я всегда думаю об одном прекрасном месте на бале где я стою в розовом сарафане и если действительно чувствовала счастлива на сто процентов и конечно же зимой бы я хотела жить я знаю где это болит я сейчас учусь хочется быть супер мега своем деле деле поэтому за двух до шести часов мне бывает занимаешь что я слушаю уроки какой краской сделали оттенок я выложу покажу лида я странировала краску на смывается принципе уже даже где-то беленькие волосики видите светлые но думаю что смоется привет беларуси о беларусь как ваши дела беларусь моя замечательная прекрасные люди нам живут я не такая жду трамвая ну я такая какая есть я ничего не жду ждать чего-то это глупо если вы чего-то хотите это обязательно у вас будет потому что вы к этому пойдете вы сделаете действие без действия конечно же если вы держать на диване этого не будет но если вы не хотите и вы не думаете об этом то конечно же у вас этого и не будет поэтому зачем мне мужчина если я не думаю и не представляю себя сейчас в отношениях не представляю пару лет ну пока пару лет думаю может быть там через месяц я завою будут холода я скажу что хочу прижаться к чему плечу но это навряд ли я сколько уже одна около двух лет так быстро время пролетела после моего развода такого у меня не было никогда я встречалась мальчику с 15 лет и такого мне не было никогда никогда не было одна и это самое чудесное время познание себя знакомство с собой да так и как разожмешь привет красотка привет тимур привет красавчик а а как же для здоровья в смысле для здоровья секс не нужен для здоровья это полный бред что прищи от того что нет секса это полный бред я даже надо шучу у меня это точно это от питания уже давно доказано что это никак не влияет отсутствие секса на ваше здоровье родители помогают советами ну если мне нужен будет совет я могу обратиться к своей маме но сейчас я понимаю что я уже где-то наверное достаточно выросла чтобы просить совета нет я не прошу совет у родителей я просила совет наверно когда у меня вот шатала когда вот перед был с дочерью непонятный когда вот с дала тогда конечно же мне родители поддерживали я могу сказать на себя со стороны что эта женщина не могла за это на себе ребенка потому что очень сильно истощена было и физически и морально моральная была вы помните эти слезы постоянно истерики я не понимала что происходит я просто это значит удар за ударом выйти из проекта потом тебя забирают . говоришь что похудела дядю пока не хочет такую худую перед судом потом это все завертелось и конечно же это было такое состояние не хочется вспоминать ну я встала и пошла дальше и каждая женщина сильная и каждая из нас справится с любыми трудностями обязательно кроме психолога как разобраться в семья ну я психологов и не советую никому даже где я учусь но психология ты выкачивание денег потому что чем даже вот на татахиле вы приходите одно два один два сеанса и все мало с первого сеанса может помочь психологу он будет постоянно говорить ходить есть конечно упражнение которое помогает но это все временно потому что ваш мозг уже приду привык думать вот там 20 или 30 40 лет вот именно так понимаете это очень трудно изменить это нужно прям работать это прям нужно менять прям вытаскивать блокировку установку вытаскивать и заменять другой по другому никак но честно скажу по-другому никак как я больше знали тоже знаешь что по-другому никак орлова для тебя сексуально да она сексуальная женщина конечно скорпионы не могут быть не сексуальными скорпионы женщина очень сексуальная до так лиза заблокирую кого у вас очень грустного станет мой зайка я сгорела и я же говорила я проснулась только это кушать хочу не грустный очень хорошо чувствую я сижу горюся горю горю лиза супруг не был похож на супруга ну совсем не муж неужели было непонятно все было понятно это почему-то знаете какая-то маленькая леса во мне жила вы же все помните на проекте даже погоняло бы что вы же 2 человека алиса был так который хотел кому-то что-то доказать эти фотографии голы кому я что хотел доказать я сама посмотрела на свой аккаунт да у меня бывает ну хотели отбили понятно это не бывает так часто знаете как женщина настолько у нас женщин может обидеть наш мужчина как нам кажется наш довести унижать что потом пытаемся доказать доказать всем всему миру есть такие периоды и не нужно накидываться на меня накидывались ой какая ты моя сиськи жопу показываешь в тот период у меня был сложный период и я пыталась доказать что смотри я не такая куда я поправилась вообще я классная и все меня хотят потому что человек меня именно такой нехороший периода обидел и все вместе говорю навалилась поэтому поэтому не нужно забрасывать никогда камнями других людей вы всегда можете оказаться такой же ситуация поймите мы иногда не думаем что мы делаем женщины мы сегодня такие а завтра мы другие поэтому нас сравнивают со стихиями с природой вот мы такие сегодня солнце завтра дождь вот такие мы женщин такие и мужчины с которым мы живем и часто перенимаем все равно их манера общения ой да их состояние даже а при этом плане не уменьшу не знаю если тонкую талию родиться наверное с ней я не верю в то что можно сделать тонкую талию обручем и так далее она вас либо есть либо ее нет благо спасибо маме за мою фигуру я прощаюсь но мне нет обид ни на кого это и наверное есть мое самое лучшее качество что я никогда никого не убежались я не вижу своего мужа которым идет видеться дочерью меня нет к нему ни капельки ненависти у меня нет к нему никакого чувства это отец моей дочери и все по-другому жить вы не сможете по-другому не будете счастливы если вы будете дайте обиды думать об этом это очень очень плохо добавлять болезни как-то вот знаете мне кажется что я стала редко болеть вот я простыла до один раз вот летом 37 я стала редкой болеть мне все прекрасно я занимаюсь свой да мочко красотка мама вообще золотой человек большое спасибо моей матери моей маме за то что я свободный человек за мои установки спасибо моей маме огромное спасибо мама когда моя дочь мне говорит что лучше быть блогером не блогером а например пойти работать магазин продукты продавать или парикмахером причем зарплата это будет в пять раз меньше чем моя я уже делать такие установки что моя работа это плохо хотя дети мечтают стать блогерами вот понимаете уже такие установки ставятся благо моей маме что я свободная и никогда моя мама никого не осуждала не обсуждала очень круто спасибо моей маме потому что у мамы и папы очень разное мышление я до сих пор не могу понять нет я теперь понимаю почему они постоянно ругались были в конфликте потому что это два абсолютно разных человек это два невротика которые жили вместе непонятно зачем для чего без любви просто непонятно для чего так а я думаю что как раз таки в моем эфире очень много невротиков есть девчонки надо лечиться правда лечиться я написать про невротизм я избавилась сама от этого сама потому что они спрашивали как избавиться поэтому приходишь но я еще конечно читала читала смотрела хожу я отношусь нормально дочери красавицы не любит дочери красавицы не рожают ну не знаю может перед страсть у них была и появилась я и появилась я лапков лапковского нужно читать лапковский он легко доносит да очень легко незаумно но я не совсем с ним согласна с ним я уже говорил тебя ты тебя своим поведением это воски кому ты пишешься как у тебя проявился невротизм с детства идет я заложник была не негативных а страдальческих таких чувств в детстве много страдала переживала за родителей ты это моя зона комфорта было страдать и переживать и такие детей очень много дети которые кажутся что родители работают мама папа мне кажется что родители не любят и я разговариваю со многими девочками у кого есть проблемы с мужчинами серьезные проблемы они не понимают что родители их не любили просто нет времени нужно работать да и немножечко когда мы маленькие мы воспринимаем все по-другому а это остается в нашей памяти и потом вы понимаете проецируем уже во взрослую жизнь и не всегда хорошо поэтому нужно конечно работать над собой и лечиться извращенцы тоже думала делать второй аккаунт или оставлять этот аккаунт у тебя разговаривали про немножко что мой стиль но не совпадает с тем что чем я занимаюсь и грубитки яркие фотки на первом месте должно быть вы их не кто-то другой только вы только вы травмировал нет меня ничего не травмировал с меня муж беременную бросил когда мне было 20 лет в чем говорите 20 лет он не вернулся бы на 8 месяца и скрывал этот родитель ничего кушать вот тогда мне могут травмировать человек я приняла решение в 20-летнем возрасте рожать сама ребенка бросила институт у тебя не было ни работы ничего и там че травмировал там ситуация была уже просто я же говорю все наложилось друг на друга ребят это такие уроки приятные я бы сказал трудности это всегда уроки это нужно воспринимать трудности с улыбкой я понимаю что это какой-то рост для меня и вообще не парюсь не переживаю вы знаете я раньше даже переживала бы вот я была в краснодаре у меня раз вас молнии на чемодане мне уже выезжают я бы раньше могла даже расстроиться и нервничать начать что-то делать я успокоилась и закрыла другой молнии все чем я не порвалось и нужно быть полным спокойствием нам женщинам нужно быть полным спокойствием и все прекрасно все притягивается само к нам сейчас ты счастлива я счастливый человек я счастлива но я не буду вам врать что я безумно скучаю по своей дочери я жду не дождусь когда уже все-таки последний суд и закончится и когда я буду общаться с ней тогда я могу сказать что я сто процентов счастлива я счастливый человек я не могу сказать что я не счастлива что я где-то перерпала и так далее нет такого у меня нет но не снится мой ребенок постоянно конечно же есть переживание за нее я не знаю как моя дочь живет это очень тяжело это очень тяжело это очень тяжело и бывают такие реальные сны что ты просыпаешься и конечно твое сердце не на месте да вообще не на месте мне кажется у меня все это время все будет прекрасно обязательно все будет хорошо все будет круто вообще там хотели про энергии поговорить и что-то мы начали не про то девчонки вообще не про то говорить начали какой-то вообще разговоры пошли туда-сюда это что-то вы знаете все таки буду делать второй аккаунт так как невозможно хочется и вам ответь потому что нет начинает сказать что я сама с собой разговариваю я буду делать тот аккаунт где буду писать вам чем я занимаюсь и своей практике я хотела здесь оставить знаете просто формат так медленно менять да или менять здесь формат они же отсеются не знаю как сделать у меня вот разрывает как сделать скажите мне пожалуйста как мне сделать просто я понимаю что туда придут те люди кому кому это интересно здесь сидят люди которым это неинтересно и этот аккаунт полностью переделать не знаю я не знаю я задумываюсь я уже сделала этот аккаунт 2 я не знаю что мне делать уже есть дорога с одной стороны хочется конечно чтобы тебя слушали люди которые действительно это нужно это важно поэтому я даже говорила что будет отбор такой что мы не будем пускать фейковые страницы без аватарок девчонки научитесь себя показывать потому что до себя скрывают и ставят там аватарки фотографии это очень-очень не хорошо но есть женщины которые не могут например из-за своей религии я знаю у меня есть девочки чеченки например чеченки которые не ставят там аватарки у них нет фотографий да мы с ним переписываемся не присылают фотографии в таком случае присылать фотографии конечно мы пусть 2 нужно делать наверняка так будет лучше интересная энергия медитация холод ты в 30 еще веришь любовь конечно любовь любовь есть вообще два чувства любой и страх больше других чувств нет на земле все остальное я верю в любовь я живу с любовью просыпаюсь любовью я есть любовь вы любовь и по-другому быть не может вы что если вы имеете в виду про любовь между мужчиной и женщиной я тоже верю конечно же конечно тоже то есть 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 такая детская любовь когда нас тянет друг другу наверное я скажу пошло грубо но это больше потрахаться и это другая любовь у кого-то она перерастает потом во что-то больше и люди живут дальше да но многие часто разводится потому что это не истинная любовь люди совсем разные они это понимают потом итоге они на и понимаешь что вообще что с тобой делаю я вообще-то такая а ты такой ну или наоборот и конечно же бывает то что когда ты постарше что же встречаешь человеку и вы общаетесь принимаете друг друга таким какими есть вы не собираетесь другого переделывать подкраивать как мальчики знаете любит она будет сидеть дома она не будет делать так она не подносит короткие юбки показать себя нужно важно она и рада ой он не запрещает это не запрещает то потом они вырастают и расходятся вот у взрослых людей уже как-то все по-другому но мы меняемся и через пять лет может произойти такое что у человека будет рост вообще другую сторону и он скажет вместо бы тоже не по пути вместе уже не интересно прости и вы должны это принимать надо научиться все принимать если вы научитесь все принимать у вас не будет проблем все принимать удары все давайте знакомиться давайте как ты относишься к алене савкина не знаю я увидела она замечательная молодая девушка который нападает неприятнейший народ если без просили ну конечно я бы ответила все эти люди шкам я даже назвала не женщинам для меня это не женщина и по себе указала быть обязательно женщины женщина всегда поддержит женщину а это овчарки которые налетают которые не своей личной жизни который готовы загрызть человека просто когда человеку плохо они готовы его загрызть но это последние люди которые так делаем которые готовы добить человека но у комит даже с такие таких мнений слава богу я надеюсь что в вашем окружении тоже таких людей нет так скрыть прямые эфиры я не знаю кто пишет это самая лучшая любовь детская любовь ну может быть для вас да я могу вспомнить свою первую любовь я не могу сказать что это лучшая любовь я думаю что моя лучшая любовь меня ждет впереди моя осознанная любовь я не тоже нет я не пью никакие таблетки зачем мне пить эти депрессанты а у тебя была любовь к мужчине я не считаю что это была любовь да были чувства еще раз говорю я страдала невротизмом не знаю на тот момент мне казалось что это любовь но я такая была я влюбчивая девчонка сейчас вообще ни в коем разе нет я не смотрю кто располнил у кого что это будет для женщины которые дела это вполне естественно располнять и думаю что я тоже наверно рожу еще детей такое может быть хотя я не склонна к полноте что могу тоже располнить и что без любви не денежный лысый мужчина в пережить без любви не ври что вообще лысый мужчина в о чем холодная вода помогает от депрессии в сообщении депрессии там сказал что у вас есть депрессия пройдите тест в интернете зайдите и пройдите тест по депрессии и посмотрите есть у нас или нет я уверяю что у вас или нет почему не встречаешься потому что у меня нет времени у меня сейчас есть время для себя мы даже если пойдем туда я говорю нет у меня четыре часа курса после да я могу встретиться но не всегда у меня есть силы и все я общественных глав 6 утра на 6 утра слушаю ну представляете конечно к себе гружать нельзя ни в коем случае но иногда хочется слушайте я них очень странно что женщина так реагирует и об этом я тоже писала это как раз таки прекрасное время когда ты можешь заняться с тобой своим развитием расти веришь в натальную карту ну совпадение какие то есть но конечно нет не верю натальную карту так как мне нравилась астрология совпадение есть но чтобы на сто процентов я не верю потому что мы сами сотворяем свою судьбу и это сто процентов сегодня это один человек а завтра ты или другой получать ты не любила никого так рассуждаешь я не знаю я не знаю мне костюм я еще не стал его далее думаю что я не знаю что такое любовь многие кричат о том что у них любовь глядя на эту любовь понимаешь что это далеко не любовь или по-другому можно сказать для каждого своя любовь и она разная кто-то кого-то бьют и она говорит он меня любит разбьет и он меня ревнует ко всем поэтому меня любит все люди разные абсолютно разные они видят разную любовь любовь показ в основном да нет любовь и когда тянет друг другу вы раскрываетесь вы становитесь сильными вам вообще все все равно все по колено море любовь то прекрасное чувство ты становишься сильнее класс ну когда пора мне я сама решу я решу когда мне будет пора в инстаграме вся любовь на показ да нет но не скажите мне 31 год когда ждать новой страницы я еще буду думать насчет страница нет зайка у меня свои зубы у меня же кривые они чуть-чуть там пара человек только написали сегодня как относитесь к онлайн профессиям отлично отношусь к онлайн профессиям я тоже сейчас обучаюсь онлайн мне очень нравится это наше будущее вот и ребятки задумайтесь то наше будущее все неспроста этот коронавирус и онлайн обучение это все неспроста почему все красавицы одиноки нет почему многие женщины живут с мужчинами которые их не устраивают вот это больше вопросами интересен таких больше чем нас поверьте мне многие живут со своим мужьями и они несчастливы вот почему вас таких много многие боятся уйти и боятся как вы называете это одиночество а это наслаждение наслаждение заниматься собой развиваться это круто у вас есть сейчас эффект на лицене у меня есть фильтр у меня очень сильно впал глаз опять и я не такого что конечно переживаю на плачу страдаю но очень тяжело потому что я понимаю что мне нужно делать операцию и я не готова к операции еще к одной и не хочу даже этим обсуждать поэтому не колите глаза как рассмотрела фотографии как я свою косметологу отправляла какие мне были глаза идеально все было вот надо было мне чуть-чуть подколоть но зачем я это сделала этими филлерами я просто испортила свои глаза просто мне вкололи филлер и здрасте теперь у меня очень жесткие провалы и к сожалению мне филлер не держится и поэтому надо будет делать операцию я не хочу делать операцию либо принимать то что у меня вот этот усталый вид и очень сильно вот здесь прям впадина не хочу даже показывать как так впал глаз смотрите поставили филлер поставили его неправильно все знают что глаза это у нас очень нежная часть оставили неправильно уже в таиланде просто началась черный под глазами здесь черный все появилось ну короче я приехала мне начали убирать этот филлер вместе с филлером убрали мой жир подкожный жир понида и получилось что все вдвойне провалилась потому что еще и часть моего жира исчезла и вот так вот сколько походило до этого два месяца не поставили сейчас тоже не за два месяца три они опять начали проваливаться глаза лиза ничего не убегает да тимур я не исчезаю не убегаю господи это когда в своем эфире не мужчины так у меня не то что же синяки если увидите у меня прям впадина сильная впадина на одном глазу прям очень сильно видно и синяки тоже есть но почему эти мужчины пишут столько грязи где не пишут грязи здесь или пишут и вам это не мужчина я считаю что воспринимать их никак не нужно мужчины пишут грязь мужчины не ведут себя отвратительно это не мужчина вы должны смотреть на это как вот я смотрю на хейтеров просто это люди не очень умные все все равно красотка да многие не замечают пока я не покажу они говорят ему даже не заметили но когда показываешь все замечают как говорят мои друзья что с такой харизмой не важно даже как я выгляжу с прыщами не с прыщами бывший способ конечно девочки ну как 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 вам просто и вы больны или вам нечет заняться вообще нет вы больны никто не думает о бывших а прошло у себя заметок чего же меняться что повлияло моя золотая меня ты в плане чего имеешь ввиду я вам расскажу самом деле я чтобы понимали два дня вот около десяти часов за два дня прослушал потом я язык заплетается мне столько вы представляете сколько у меня в голове отложилось какие медитации посоветуйте но сначала вы должны подумать для чего медитация многие занимаются медитациями но для успокоения это хорошо для чего нужна медитация вы мне скажите пожалуйста медитация для сна не могу посоветовать не слушать одну мужчину успокоить успокаивающего не из медитации ничего хорошо вводит трансовое состояние мне нравится восхитительно уникальное спасибо пожалуйста ой спасибо кристина спасибо большое спасибо с кем пусть бы встретилась бы ни с кем ну все через захарчик он же считается тоже моим бывшим у него кстати очень веселый классный парень захар когда не в отношениях захар просто замечательный парень честно загарно это в отношениях вот в отношениях и вот ему нужно прорабатывать очень много всего нас отношения меняется меняется у него какая-то блокировка стоит отношению все пошел и так многих есть это не принятие чего-то это тоже с этим нужно разбираться расскажи как не знакомы с гостарами тем более так то тут особо со мной не зазнакомишься нет мне нужно иногда выходить в прямой эфир чтобы с вами пообщаться чтобы рассказать вам что не просто пропало теперь раз зашла в эфир к вам и выйти не могу дубличка ой спасибо большое это очень приятно когда еще и новые люди это вообще стране приятное спасибо я бываю еще очень позитивная и веселая а сегодня у меня настрой такой и какие вещи поднимают тебе настроение приятного ой моя золотая мне поднимает настроение в первую очередь это природа все что меня окружает мне очень нравится здесь природа я утром встаю я спускаюсь вниз аж плакать от счастья хочется я потом не хочу в Москву мне не нравится в Москве природа и здесь природа похоже тоже такая дикая где не вырубили еще на бали я поняла это в первую очередь природа красота красота которая создана и у меня поднимается настроение сразу мы очень тесно женщины связаны с природой и поэтому я представляю что в каменную Москву и кроме центра там ничего красивого нет и мне становится грустно это как будто птичку знаете в клетке закрыли и все дышать там нечем помните я приехала с бали и я сказала что начала задыхаться ты живешь центре у тебя крутая квартира я начала задыхаться и я сразу сказал что я не хочу там жить потому что невозможно я задыхаюсь я хочу жить в доме вот это в первую очередь меня радует а потом конечно же мне нравится учиться честно скажу мне это очень поднимает настроение знания и вообще осознание того что я очень даже не глупая девушка мне нравится мне поднимает настроение каждый день мои изменения работа над собой мой рост я вообще раньше этого не знала ничего ничего не знала я просто я жила да и чем-то занималась но и не хотелось чтобы девчонки молодые тем более с маленьких городов слушали читали и очень обидно многие мечтают посты фотографии поставим вообще не заходят просто фотку пишешь а б м и люди отвечают пишет мечтают а очень бы хотелось чтобы слышали потому что например в мое время не было таких знаний познаний ты не мог вообще получить ниоткуда по чуть-чуть за хрень пишет господи боже мой ужас мне кажется создали создали уже десять тысяч страниц пишет больше улыбайся и не унывай сохраняй пожалуйста эфир окей да я не унываю я просто уже и время ты же в москве или питье есть живу сочи а сколько мы сидим в эфире это очень долго мне кажется будет и уже время такое подождите так уже больше часа мы сидим нет ну привет егорчик да я принимаю одиночество мне нравится я же говорю я не вижу у меня при станции нет мужчины даже близко к его нет я не готова захар я думаю что он уже возрослел девки которые пудрят мозги захар наше с ним встречание было недолгим и благо получилось но эти девки сами хотят чтобы он подали мозги я так отвечу хочешь с тобой увидеться я улетаю 20 числа вы когда плетайте и закажи без ваших садок долго я бы не сказала что долго вместо месяца был один раз один раз вот сколько у меня уже два месяца да нет два месяца это недолго мне кажется мне только полгода не было после развода полгода нормально полгода не было нормально как-то жила до меня вообще если посчитать это очень будет печально ну и как печально но как вы говорите как ты живешь без волшебства них мне тоже спрашивают вот кому-то не спрашивают не говорит ну для здоровья кого-нибудь найти там или просто я говорю ребят если я вам скажу сколько у меня было за год вы просто с ума сойдете ну что что мне вообще не было что подняло к развитию слушать как может чтобы тянуть ну я же говорю во первых у меня мой самый главный заработок это был instagram и вы знаете что я задавала чат для помощи женщинам и помогала женщин и это дело такое не всегда люди благодарны попадаются вот я с детства помогаю людям помогаю одноклассникам все такси защищала мне нравится помогать и я учусь в этой сфере чтобы помогать людям помогать людям это мое призвание с детства я знаю свое призвание и когда я даже раскручиваю инстаграм я же говорила если я буду зарабатывать такие деньги конечно смогу помочь большим девушкам так как я себе завишу только от себя в первую очередь вот то но любой труд он должен оплачиваться ничего бесплатно не может быть в этой жизни поэтому не зря даже говорят что вы знаете когда гадают что нужно дать хотя бы рубль потому что любой труд должен оплачиваться все остальное это у меня были такие состояния когда себя очень плохо чувствую ты отдаешься быть незнакомому человеку помогаешь ему тратить свое время вот а человек даже себе спасибо может не сказать узнаете такое дело особенно когда ты это делаешь так ты мне туда же посему не скажет денег хватает на жизнь на юге слушайте я потратила большую огромную такую-то сумму конечно же потому что я все-таки питаюсь в хороших ресторанах и я и ужина видите заказываю ресторанах еду я не готовила здесь не разу хотя здесь есть плита ну у меня не может такого не хватает я живу как я живу я не могу жить хуже чем там я не знаю такого не может быть это потому что в моей голове это другому быть не может конечно нужно думать себе но я говорю я занимаюсь и учусь хочу заниматься своим любимым делом вот но при этом конечно же я буду зарабатывать соответственно и мне люди которые знают есть люди халявщики не нужны я могу сказать сто процентов что такие люди не нужны а такие большинство большинство люди не хотят платить за обучение люди не хотят платить их думаешь они думают что они прочитают что-то или услышат и смогут сделать попробуйте ты любила готовить раньше то конечно я люблю кухню ну нет в жаруку зачем готовите на отдыхе здесь прекрасный ресторан супер может захаре выбрать то что она похож на меня зубами ладно я пошла уже время позднее а мне еще полтора часа слушать и прогуляться я поем сейчас по дурой хорошего вечера спасибо 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 просто знаете все о чем мы думаем все сбывается я другого пусть и писала и не нужно бояться вот знаете я мы боимся того чего нет знаете я боюсь я не сдам экзамен тыщу их не сдала но тоже все притягиваешь это а этого нет у тебя нет страха потому что этого нет это не существует мы сами себе это там боится что у него денег не будет или что он не сможет заплатить за квартиру нет нет думаю наоборот положительно и притягиваю положительные мысли и все эти будет